У меня нет претензий, я прекрасно понимаю, почему это происходит. Это не то, что я такой интеллигентный человек и мне там противно в помойке говорится. Я не хочу, чтобы люди так представляли. Но в какой-то момент просто пропадает желание, когда ты видишь, что 80% пользователей, ну, скажем так, ситуация с тем же Эравиком. У меня есть свое мнение, там люди уже начали писать, что старожилы там, они что-то там фыркуют. У меня на самом деле, у меня настолько свободный взгляд, что на эту тему я даже не хочу задевать. Но мое мнение, что когда человек пишет откровенные вещи, на мой взгляд, некорректные, даже не то, что его первый пост, а последующий, когда там, ну, скажем так, что-то его спросили, а он там выкладывает фотографию, там, голые задницы девушки какой-то и, типа, вот все там получают, там, я не знаю, там, 300 или сколько, 400 плюсов за это, да? Ну, на мой взгляд, это говорит о том, что уровень формы очень снизился. Вот. И мне просто вот в такой атмосфере общаться, как бы, ну, некомфортно, что ли. То есть, опять же, я не хочу понимать, что у меня какая-то вот претензия такая. Просто я вот на какой-то момент сейчас почувствовал, что мне не хочется вот в это все. Потому что, чтобы я не написал, у меня сразу начинает желание что-то доказывать, начинает желать спорить, я в это все решил, что мне легче вообще в эти темы не лезть, просто проходить как бы мимо. И все. Вот, собственно говоря, и вся философия зен-будизма. В двух словах. Ну, ты знаешь, им не трудно к ним предъявить претензии. Это я представляю приблизительно какой-то книги. Это, в основном, я так понимаю, скорее всего, это люди достаточно, скажем так, молодые. Это и так я мягко говорю. Чаще юные, да. Вот. Вполне возможно, что там, не знаю, 16, 19, 20 лет. Ну, 20, это даже еще комплимент. Если в 20 лет человек такой пишет, на мой взгляд, он как бы, ну, скажем так, плохие новости у меня. Ну, то есть, я прекрасно понимаю, но я, может быть, и сам в этом возрасте как-то там, что-то там много чего не понимал, да. Ну, просто, ну, что же, изумерить. Я говорю, к этим людям у меня претензий нет. Ну, это вот у них такое, они так видят. Я вижу по-другому какие-то вопросы. Ну, я думаю, что я свои мысли как бы высказал. Да, у меня такой вот пример есть. К нам приехали на прошлую серию довольно большая группа англичан. После этого они поехали, ну, и основной игрок, еще несколько человек поехали, скажем так, на конкурирующую нашу серию, которая банит игроков оттуда. Они сыграли там, и у них стоял вопрос, и они, естественно, сказали, что вы не можете больше участвовать в серии Jipsy Team, и у них стоял вопрос поехать снова к нам и, соответственно, получить баны в другой великолепной серии, которая вот менеджмент у меня весьма странноватый. И они написали нам, как бы, вот такой список, что какие плюсы они видят там, какие у нас. Они все-таки выбрали нас, они сейчас приехали, эти англичане довольно много, их вот в караоке у них вчера все пели. И я, в принципе, с ними согласен, то есть это для них, ну, там, помимо технических элементов, там, что у нас, например, номера, я одна лучше там в этом здании, чем, например, там, но у нас хуже, например, там, еда, я не буду спрывать, я хочу вот объективно спрывать, что мы в чем-то, конечно, уступаем, мы будем над этим работать. Но нужно понимать, что у нас вторая серия, а у них там, они их провели 50, и я помню, когда я там первый раз приехал, все было намного хуже, чем здесь. Естественно, с каждой серией мы что-то добавляем, что-то улучшаем. Люди, которые были на первой серии, наверняка видят сейчас, что здесь какие-то улучшения произошли, да, и я думаю, что они будут происходить с каждой серией. И вот у них как раз этот основной пункт был, это именно вот они искали атмосферу, то есть то, что став доброжелательно, что мы можем подойти какие-то вопросы, то есть все дружили, люди адекватные, то есть они всегда могут, если какие-то там проблемы, образно говоря, я там проспал, турнир, что-то мы не были там, говорят, что нет, что-то потерял деньги, или что-то подобное. То есть вот именно атмосфера, я думаю, что это одна, скажем так, ну, такое слово фишек нашей серии, да, и я, в принципе, все равно, я не из-за того, что, как бы, я один из организаторов, а я стараюсь смотреть объективно, я думаю, что это один из наших больших плюсов.